Кусочки снимаю нашей медведицы. Осенней. Нет, это не медведица. А чё это такое? Ваня, ты чё это? Чё за речка? А? Чё за речка? Чё за речка, спрашивает Настя? А, да не чё это. Это. Это не речка, это озеро. Надежда? Надежда? Это озеро. Это бывшее русло медведицы. Это медведицы. Бывшее русло медведицы. Но мы ехали... Потом она сменила русло. Но всё заросло камышом. Всё заросло камышом. Она тянется от Живневска и... Озеро надежды... На улице такая потрясающая погода. Та-да-да-да. Просто супер. Это наш посёлок. Такой вот прям вдоль дороги. Растянутый. здесь кто-то уже был астакахи кто-то запахи природы люблю недавно был ведь жук костры подышать ой как вкусно пахнет костер приятный прям день такой хороший спускаемся на наши бывшие дачи когда будем обратно возвращаться я вам тогда покажу ну где это в каком месте находится или не надо мы приехали за боярышник но как бы не факт что он здесь есть но едем вот это бывшие дачи то здесь все было огорожено ведь еще остатки куски забора остались вот но так как смыла плотину у нас был огромный пруд сколько лет этому плоду было пап сколько лет пруду было пруду сколько лет было пруду пруду лет 15 пруду было там все купались пруд был огромный любой пруду позавидовать вот но прорвало плотину так как 90-е годы настали до пап никому не стало ничего нужно плотину нужно было там укреплять я не знаю может спускать не разбираюсь может быть там она уже немножко бы срок службы свой может быть уже надо было ей заниматься я так предполагаю и вот ее прорвало и весь пруд утек вот сюда девчонки такой шум такой грохот сначала было потом шум и вот он утекал очень долго этот пруд тёк 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 вот но естественно все дача смыла дача заброшена что они любили лопатами железный столб а капали на металлолома весь было железный столб экскурсию то есть нет боярышника дома зря приехал ну как не за не зря приехали ничего зря не бывает вот столб выкопали недавно по моему было да давай с облепихой сходим конечно ты закрой тогда машина бать если ты с нами идешь ну иди сходили я давай скажу вот тут какие-то ходят животные потому что какашки валяются чита ну жалко конечно вообще такой поселок девчонки наверно в советские времена все села и деревни были процветающими и вот жаль что жаль что вот так вот все произошло все посохло все пожухло естественно никто не ухаживается потихоньку зарастает эти какие-то кустарниковые вновь пускают новые эти побеги и все вот зарастает все зарастает забор забор повалившийся жалко нельзя говорить сердце крови обливаются говорят некоторые вещи нельзя говорить слова потому что слова у нас материальные они несут определенную энергию каким бы другим словом ну наверное нас не ностальгия даже какой-то а сожалению о том что те времена как-то прошли вот ничего не восстанавливается ай никому не нужно ничего мама кто-то здесь ходит щитка эти копает что-то а ее мое моё куча бутылок наверное здесь не только но и бухает собирается кто-то собирался молодежь какая-то мы ходим сейчас по территории бывших дач как видите тут уже и не пахнет ими если бы не остатки если бы и не на остатки забора можно было бы сказать что это просто какой-то чаще какая-то поярышник мам облепиха да но она такая мелкая посмотрим миленькая на по моему уже это дай все уже каюки обычно когда когда ухаживают за дачами что-то выкапывают выкапывают потому что тоже ходил собирал выкапывают там за заново подселяют что-то прочищает так что у людей здесь дачи были представляете кто жил в домах ну вот мы например у нас тут тоже дача была кстати жили в домах квартирах у кого частные дома им дачи не были нужны у нас были да и многие задачи были мам всего него дачи здесь были адаму домиков почему я не вижу без домиков были дачи просто все разобрали то есть домики были даже как жаль как жаль наверху полно да здесь можете уже все подсобрали вот мама рассказывает здесь было вот это наша дача на территории на которой мы находимся это наша бывшая дача здесь не видно никаких границ наши не наши но яблок яблонька мама говорит наша но она уже вся какая-то рост и покрылась китайская вишня здесь была мы успели попользоваться ею только два года значит мама говорит по тем временам мы купили и очень я назад пошла там слишком много деревьев вот и я нормально сапоги одела свои резиновых вот и она говорит за 300 тысячи и покупали но это давно было конечно сейчас три с полом тысячи ни о чем мы тогда говорит это задорок говорит мы ее взяли но успели попользоваться всего лишь два года и мамка говорит сажала много что поздновато мы конечно купили наверное было раньше наверное было не до дачи потому что у родителей всегда было много скотины и она говорит вот ее через два года затопил чувство девчонки как быстро время летит просто иногда поражаюсь даже при страшно становится особенно чем старше становишься ты всем быстрее бежит время руками уйти не можем это не про нас и поэтому мы здесь надыбали грибы синеножки представляете до сих пор заморозки уже до сих пор они растут правда здесь рядом дорога машин столько раньше вот я помню я же бегала года три машин столько не было а кстати вот я подняла сейчас поселок южный он там были дачи здесь вот поселок южный солнечный в саратове вот тоже самое поселок южный здесь частный сектор дома строились вот не ошибаюсь от совхоза совхоз помогал строить снабжал там материалами и вот большие такие хорошие добротные дома а это бывшие наши сарае сейчас никто скотину не держит немного там растащена разгромлено вот может быть когда-нибудь наступит такие времена и люди будут возвращаться в деревне вот посреди дороги вам показывают а бывший наш магазин и бывший кинотеатр а это мы приезжаем и все что-то строит строит видите построили вот такую штуку потом а там кирпичное какое-то здание нам было интересно что это и вот недавно поставили прям щиток значит это будет реконструкция системы водоснабжения здесь тоже было у нас водоканал а вот но он видите как видите он разрушен вот и реконструкция системы водоснабжения застройщика наша львовская администрация вот строят средневоложская строительная компания окончания окончания строительства это четвертый квартал двадцать третьего года там сбили собаку мы прям ехали мы когда туда ехали было все нормально обратно возвращаясь сбитая собака несутся просто на огромных скоростях вот здесь вот избили просто просто хлам это какая-то грузовая просто в мясо что-то прям не могу съехала несутся машина не соблюдает скоростной режим какие здесь все это шестьдесят мне кажется нет вообще от километров можно было увидеть собаку и притормозить даже камаза не так просто они на них на собак и не вращают капитошку рассказывала что у него зубы проблемы с деснами и зубами я вот на палпере заказала вот такой вот наборчик кстати смотрите такой разброс цены очень сильно большие у кого-то там точно такой же прям один в один стоит 500 там чем-то рублей у кого-то 345 то есть разница просто колоссальная сюда в комплекте стоит уходит такая вот маленькая зубная щетка зубная паста надеюсь со вкусом какой-нибудь еды и вот такой вот напалечник щеточка резиновая который надеваешь силиконовые и чистишь зубки вот сейчас вот буду тестировать пробовать так потихоньку его приучала в рот ему залазить сейчас хочу попробовать почистить зубы ему первый раз вижу стадо коней не стадо я не знаю табун табун лошадей красивый ой чему купили миндальное молочко от мы сейчас пятерочку заехали купили миндальное молоко но я так посмотрела что-то если учитывая что брать у меня просто здесь блендера специального нету в светофоре миндаль то очень получается даже бюджетнее чем брать вот такое вот молоко вот ну и все равно здесь добавок всяких полно тебе тут соевые бобы и рисовая мука свой ты сделаешь конечно же просто взяли для кофе потом бумаги оказывается очень недорогая дамом самая дешевая из тех тех что брала ты туалетная бумага в пятерочке красная цена 619 плюс еще ко всему взяли небольшую баночку нутеллы очень дорогая нутелла вот она со скидкой было в пятерочке и вася скидка была огромная что-то 140 без скидки и 90 дамом рублей со скидкой вот потом взяли чуть кильки захотелось мне но на продать соусом чили а у не соусом а с это и в сделано в крыму мне вот понравилось что на в крыму доброход вообще сами по себе они крутые консервы вот где они у нас там приморский край город находка вот считает самый лучший не самый лучший консервы ванилин губки для мытья посуды и еще баночка морской капусты чуть очень захотелось морской капусты а там не так упакованы а в другую в пластиковый таре они стоят правда там большего объема но там глютамат натрия какие добавляются усилители вкуса зачем они нужны в морской капусте вот и поэтому пришлось взять вот такую вот баночку что там ничегошеньки лишнего постороннего не было к ленинграде небольшие приезжали заехали купили прям хочется мне я вспомнила детство детство пюрешечка с таким будем вспоминать лучшие годы в своей жизни а сейчас наверное съедим салат из морской капусты гmbн гбн гбн гбн